привет стражи а в этот вторник в игре стал доступен новый уровень сложности рейда хрустальный чертог мастер мы закрыли эту чудесную активность первый день на следующий зачем-то пошли еще раз и в общем мне есть о чем рассказать так что это видео не только и не столько с советами по прохождению сколько с моими впечатлениями в целом рекомендуемый уровень силы мастер рейда 1350 при том что мастер сумрачный налет это 1340 а гранд мастер 1360 и поэтому многие и ориентировались на 340 короче по факту рейд ощущается чем-то средним но об этом позже механики рейда никак не изменились однако для получения особых эксклюзивных наград в виде вневременного оружия вам нужно будет закрывать недельное испытание на разных этапах стало ли прохождение рейда заметно сложнее да стало но прежде чем мы поговорим об этом мы отвлечемся на сообщение от спонсора видео который как раз и поможет пройти этот рейд не тратя свое время страж и если твоего времени не хватает напарники подводят или их нет а иметь экзоты легендарки и триумфы очень хочется советую хороший сайт двинг точка нет на сайте появились новые услуги по сезону сплайсер испытания сириса рейд хрустальный чертог новые экзоты и легендарки новинок много цены стали ниже и доступнее и теперь есть все чтобы облегчить тебе игру это хороший способ сэкономить время и нервы сайт работает давно есть много отзывов клиентов и способов оплаты все можешь проверить сам а по коду трипл вайп действует 15 процентная скидка на все услуги но если не разобрался или остались вопросы смело пиши оператору на сайте и получай ответ и так что же там такого сложного ну по факту ты поймешь все уже на первом этапе открытия врат мобы будут переть без остановки циклопы спаунятся тоже постоянно а еще на вас будут давить перегруженные минотавры если не разобраться с которыми вы рискуете потерять контроль над платформой на долгое время ведь однажды прогнав вас отсюда они уже просто так не отступят я бы советовал пользоваться стазисом на большей части этапов рейда не только на первом он спасет вас от наступления мобов как минимум до первого босса точно можно не переключаться на что-то еще ну разве что на кладезь варлоков для выживания обязательно следите за тем чтобы у вас были моды против воителей перегруженные и анти барьерные перегруженные самые опасные как я уже сказал так что их контрите в первую очередь но есть тут еще кое-что пострашнее чемпионов виверны на этапе защиты слияний это будет вашей главной головной болью уделяйте им особое внимание встречайте прямо на спауне у меня почему-то не оказалось путажа с некоторых этапов скорее всего потому что я был занят выживанием и забыл про запись а так бы показал контраст между летней прогулкой на обычном рейде и долбаным адом на мастере убийство первого босса хромовника первый камень преткновения для большинства команд мы тоже экспериментировали по всякому по-разному но в итоге самой рабочей тактикой оказалось обычное убийство за одну фазу с помощью двух слаговых дробовиков да на локации будет твориться просто вальпургиева ночь чемпионы гарпии с щитами и так далее но если у вас два варлока и они вовремя поставят первый кладезь а затем второй то это поможет вам без шуток плюс можно попросить титана взять экзот урсы и защищать вас в средней ветке пустотного подкласса но мы обходились без этого ломали первые оракулы шли на дамаг и стояли до победного обычно к моменту смерти босса оракулы уже почти почти убивали нас но пожалуй самое сложное на мастере это предпоследний этап в порталах сдерживать волны мобов вам помогут также стазис и сферы распутина на подавлении о которых я рассказывал в отдельном видео но порта вы это половина дела когда вы защитите слияние на марсе и венере вам нужно будет оборонять финальный шпиль в центре и да поможет вам бог ведь на вас риньется по три барьерных чемпиона с каждого спауна по 3 одновременно с ними попрут перегруженные минотавры которым достаточно врезать вам по башне рукой чтобы вы вайпнулись ну и как вишенка на торте три виверны в конце не впечатляет разве что одна это это нормально вообще тут тоже стазис анархия подавление кладези варлоков иначе смерть на неделе когда на предпоследнем этапе нужно делать еще и испытания как на этой неделе посидушки на этом этапе могут превратиться в самый страшный ночной кошмар без шуток ну а финальный босс кстати в принципе ничем от не отличается от обычного разве что если вы привыкли дамажить от иона от портала они с центра то у вас закономерно возникнут проблемы с гарпиями так что уделите внимание тому чтобы вы почистили мелких мобов стреляющих взрывающихся гарпий иначе никакой кладезь вам не поможет и вот тут самое жирное но главное и единственная причина из-за которой рейд на мастере вообще сложный это потому что большинство игроков просто не прокачалась достаточно для его уровня я сам пошел на рейд ниже нормы более чем на 10 единиц поэтому я знаю каково это играть с эндерлайтом на такой активности а пошел я потому что я думал что мастер это 1340 но не 1350 механики не сложнее оружие используется то же самое просто вы на рейде слабые потому что потому что не делали контракты не качали артефакты до посинения а значит теперь страдайте мягко говоря не фарме контрактов должен быть челлендж в эндгейм активности разве нет так что если хотите все же пойти мастер уделите время добейте себе хотя бы 1341 единицу силы тогда уже будет значительно легче дышаться что же до наград честно говоря оружие стоит того вы посмотрите 8 перков на выбор и это только ракетница а ведь мы отправимся сюда из-за вневременным вершителем рока например получить это оружие можно только за прохождение испытания а еще она фиксирована на неделю как оружие в сумрачных налетах на этой неделе можно было лутать только ракетницу на следующей будет другое оружие а вот потом в финальном сундуке вы можете покупать его с другими перками за 25 рейдовых знаков что очень дешево по сравнению с ожиданиями на нормале это 20 а тут на харде 25 мы думали будет 50 70 то есть 100 так что выходно отличие этого оружия от обычного ну кроме большой гибкости выборе перков что как бы уже хорошо это как адепт пушка то есть вы можете ставить в них адепт моды из испытания сириса и сумрачных налетов которые улучшат их характеристики еще за триумф вы получите экзотический симпотный корабль а также есть шанс получить шмотки с высокими статами нам за два прохождения правда из шести человек упала наверное одну две шмотки выше тотала 66 единиц так что старый добрый рандом ну и может упадет может не упадет в остальном гадрольные классовые предметы в основном лутали как итог до рейд должен быть сложным никаких вопросов но он должен быть сложным по умолчанию они при выкрученном количестве чемпионов и если задрать уровень силы выше по игрокам они в принципе эти рейды должны бросать вызов игрокам была классная система нормала и престижа на левиафане и я ожидал от мастера хрустального чертога чего-то похожего усложнение механик им и быть чуть потолще но их не так чтобы больше но получилось то что получилось после того как я достану все вне временные пушки ходить туда я смысла не вижу закрыли раз в неделю мастер разблокировали недельное оружие а потом идете в нормал только так пожалуй и нет векс мне не выпал пишите что думаете согласны со мной или нет и как ваши впечатления до связи